Всем, чьи сердца не остыли в холоде Вселенная дарит чудо Танцуй, моя молодость Горьи, моя молодость Молодость и панк-рок Здравствуйте, мы находимся на Доброфесте Рядом со мной группа Оэра Как я понимаю, ее вокалист Дмитрий Да, 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 именно так Здравствуйте Сначала вы выступали на московском концерте в Чайна Тауне Потом Доброфест, был потом нашествие Днепророк Только в августе возвращение на Байкфест Получается, вы скорее у нас в России, чем у себя на родине Белоруссии А по родным местам не скучаете? Мы выступаем по родным местам Это не до конца достоверная информация А, этим летом? Этим летом мы выступаем по родным местам Мы любители побыть на самом деле с байкерами Нас любит эта тусовка Мы всегда с ними общаемся Потому что это люди, которые настолько сплощенные И они на самом деле полюбили нас Мы полюбили их У нас есть какая-то общая энергетика Поэтому мы неформально, не объявляя о том, что это концерты Выступаем на байкфестивалях В наших любимых ребят разных мотоклубах А вот, кстати, как вам работалось на одной сцене с группой «Жамки»? Прекрасная группа Кстати, нам они очень понравились Это оказалось очень веселое, энергичное Не знаю, молодая, не молодая Но очень клевая группа Они нас завели И после них было бы плохо выступить плохо Поэтому мы постарались выступить лучше, чем они Но ребята на самом деле молодцы Они умеют зажигать, поэтому это очень здорово Это очень важно для группы Уметь зажигать А вы не думаете о таком творческом сотрудничестве? Не знаю, мы хотим разобраться сами с собой Мы еще, поскольку молодой коллектив Не по возрасту в годах А нам всего 4 года Грубо говоря, год мы не играли Нам 3 года То есть мы считаем, что нам надо наверстать вот этот годик Пока мы отдыхали, были в отпуске Поэтому хотим заниматься пока собой и своей музыкой А вот вы на «Доброфесте» Сегодня, в принципе, я как понимаю, очень много ходили, слушали музыку Наверное, нет? Просто долго искали Мы приехали ровно за 5 минут до выступления Мы ехали 16 часов Мы приехали ровно за 5 минут до выступления Взяли свои вещи Выступили И пришлось уехать в город, дабы купить продукты В аду И вот только-только сейчас вернулся обратно И как бы Поэтому мы еще не были на «Доброфесте» Сейчас вы на него останетесь, чтобы послушать другие коллективы? Да, мы останемся до завтра Посмотреть на «Титанов Рока» Ну, надо же смотреть, кого нужно подвинуть А среди выступающих сегодня есть те, на кого вы ориентировались, когда вы начинали? Те, как ваши любимые какие-то коллективы? Нет, когда мы начинали и ориентировались, здесь этих групп нет, их уже в принципе нет То есть вы на что-то более такое старое звучание ориентировались? Ну, почему старое звучание? Да не старое звучание Нет, мы сыграем современную музыку, современным звучанием Но те, кто нас вдохновлял, они уже не занимаются музыкальной и творческой деятельностью Потому что это даже элементарно, группа комбинаций, на которой мы сделали каверы Я не вижу группы комбинаций, ее просто нет Сектор газа, который нас когда-то вдохновлял, этой группы нет Потому что нет идейного вдохновителя И этих групп просто нет То, что сейчас есть на сцене, это все достойно, это здорово Но мы абсолютно не ориентируемся на них А вот придерживаетесь ли принципа «играть для одного» или «как играть для ста»? То есть у вас имеет значение, сколько людей в зале, сколько вас слушают? На самом деле, чтобы группы не говорили, что для них это не имеет значения Это всегда имеет значение То, что каждый музыкант хочет слукавить, что я выйду там один человек, я выйду там в стадион Это тоже ложь Полная ложь, потому что невозможно для одного сыграть так, как ты сыграешь до стадиона И просто по психологии, это взаимообмен энергетики Нельзя вот выйти и вот в сосуд там наполнить вот грамм и сказать Вот это грамм, я выступаю для грамма, а вот это стакан Ну, это неправда Чем больше людей, тем больше ты стараешься себя отдать Чем меньше людей, ты все-таки считаешь, ну что, можно где-то чуть-чуть продинамить Но не настолько продинамить, чтобы не понравилось ему На самом деле, публика — это очень важно И я объясню, почему Потому что не музыканты своей музыкой делают группу Нас создает только публика И чем больше публики, которые слушают музыканты Тем выше наша популярность Тем выше наша энергетика И это они заводят нас, а не мы их А вот для вас сейчас вот Вы смогли выйти и выступить перед огромной публикой Огромным залом, вот размер, не знаю, с Олимпийский То есть для вас это было бы каким-то шоком все-таки тяжело? Либо легко и вы смогли это сделать? Нет, это легко и свободно было бы, поскольку Олимпийского, конечно, не было у нас Но был опыт 6-10 тысяч человек Это тот же Лидский байк-фестиваль, который будет проходить в августе этого года Это нормальная практика Мы выступали после группы Ария в позапрошлом году В прошлом году выступали, я уже не помню, с кем кто был из России Кто-то был в этом году были в Гродно Выступали в Трубецке, выступал в Монгол Шудан Огромное количество людей нас нисколько-то не смущает Это заводит, это как наркотик Чем больше наркотика, тем больше кайфа А вот как проходит работа над синглом? Когда намечена премьера? К концу августа планируем все это выпустить Это будет даже не сингл, а вторая, наверное, часть альбома Но мы будем это выпускать с отдельными треками, дабы не томить публику Чтобы они могли уже запомнить наши песни Мы противоречивы своем творчестве сами по себе Мы сделали первую часть альбома очень лайтовую, попсовую Кто не экспериментирует, тот, наверное, не получает какого-то удовольствия И не понимает, в каком направлении двигаться Мы попробовали, сказали все, ну так, что-то как-то вяленько И вторая часть альбома у нас в прежней стилистике, в которой мы работали всегда Тяжело, драйвово, полный рок-н-ролл и отрыв А вот как вы считаете, как правильно, то есть все-таки молодые коллективы Они должны подогревать постоянно публику, аудиторию новыми треками Вот как бы постоянно пускать там, чаще-чаще выпускать, чтобы публика не расслаблялась И все время был интерес, все время был какой-то такой шум в новостях Вы вот придерживаете такой точки зрения, что нужно именно так делать Либо все-таки выпускать по одному альбому, альбом утомить немножко Век таких информационных технологий надо подогревать не только тем, что ты выпускаешь трек Либо там альбом Можно ни то, ни то не раскрутить Поскольку сейчас очень развит какой-то пиар в социальных сетях Ну и в принципе везде И люди, те, кто тобой заинтересован На самом деле это должна делать большая команда людей Которая готова раскрутить как один трек твой, какой-то там сингл вышел Так и альбом И не все зависит от качества, к сожалению, исполняемой музыки Больше зависит от менеджмента, рекламы и способа распространения информации Поэтому здесь на самом деле не совсем музыканты А не те времена, чтобы властвовать над своей музыкой Все-таки приходится доверяться профессионалам, которые могут твой продукт грамотно и правильно преподнести А у вас есть эта команда большая? Ну она формируется Ну я не могу сказать, что у нас прям все супер-пупер Нам тяжело Тяжело то, что мы еще из Беларуси Приходится всегда далеко ездить И понятно, что это делается за свои деньги И уровень жизни у нас не будем скрывать другой Но мы, по крайней мере, стараемся Мы не опускаем руки, не хотим опускать руки Да, это очень сложно, очень тернистый путь Бывает всякое И подставы кидают, и бывает продвигают Любят, не любят, но нам хочется идти по этому пути Потому что назад дороги просто уже не видим А вот концерт в Питере, увы, не состоялся Но вы упомянули, что ему быть осенью А уже, как известно, приблизительная дата этого концерта в Петербурге Нет, мы не думали еще над датой концерта в Петербурге Мы на самом деле даже не можем так далеко заглядывать Поскольку все-таки мы живем каким-то более единственным днем Что будет завтра, нам тяжело сказать Тот же, там, допустим, прошлая поездка с Доброфеста Обернулась тем, что вторая часть ребят Наш менеджер и вокалист Валера, басист Разбились на автомобиле в Медыне Когда мы ехали обратно с Доброфеста Вот год прошел реабилитации Наш менеджер восстановился Была тяжелая полостная операция Валера порвал руку Поэтому мы стали понимать, что мы предполагаемо Что-то свыше располагает Поэтому живем больше таким одним днем Сотворили, выпустили, сделали И если есть тенденция куда-то это продвинуть, сделать, вынести в массу Мы это сделаем Но очень далеко не смотрим То есть мы не то, что стали своеверными Мы поняли, что есть какие-то знаки К ним надо присматриваться Спасибо А вот не за горами выпуск второй части вашего альбома И почему все-таки решили поделить пополам? Ну элементарно Мы решили поэкспериментировать Выпустить одну часть, на самом деле, более попсовую Ну кто не скажет, что любая группа все-таки хочет поднять какую-то свою популярность Но мы решили понять, за счет чего? За счет какой музыки? Либо более легкой музыки Либо вернуться к тому стилю, в котором мы играли То есть такой агрессивный панк-рок Ну и как-то вот эта часть альбома Она, не скажем, что она прошла хорошо Надо уметь признавать какие-то свои ошибки Любой музыкант должен все-таки свои амбиции уменьшать И понимать, здесь я был неправ Здесь я оказался То есть я слушателя немножко Не то, что оскорбил Его желание не оправдал Поэтому мы возвращаемся к своему прежнему стилю Где хотим все это развивать дальше А у вас самого душа к чему лежит? К какому звучанию? Тяжелому или легкому более? Поскольку... Ну я близнец вообще Поэтому у нас в творчестве присутствует очень много лирических треков Они есть И есть такие агрессивные треки Ну как сказать? Это музыка Как можно сказать? Ты кого больше любишь? Маму или папу? Ты любишь ребенка? Ты любишь любое свое творчество Ты создал, ты будешь любить Что бы ты ни создал Нельзя Если ты не любишь то, что ты создаешь Тогда не делай ничего А у вас такого нет? Как у других музыкантов Которые переслушивают свои композиции записанные И начинают как-то себя критиковать Что это сделано не так Это плохо Вот здесь я могу немножко добавить Не знаю, голос и гитары Нет, мы этим не занимаемся Потому что нет смысла жить в прошлом Ошиблись, пишем новый трек И по-другому никак Только так А перезаписать, например? Никогда этого не делали И не будем делать Потому что очень столько в голове информации и наработок Что хочется выдавать все-таки новое То есть, ну и признавать свои ошибки Самое важное это признавать свои ошибки Музыканты учатся только на ошибках На тернистый путь, да, был неправ Обещаю справиться А вы планируете представить Новый альбом в Беларуси и в России Как будут отличаться эти два концерта? Никак Это будет два абсолютно одинаковых концерта Нам, кстати, очень приятно Что московская публика Которую мы наработали в Москве Ездит к нам на концерты в Беларуси А белорусская ездит в Москву И очень удивительно Когда ты приезжаешь на любой концерт А видишь, в принципе, одних и тех же своих Ну, мы их называем друзья Потому что нам важна их поддержка То есть, важна поддержка тех Кто постоянно рядом с нами Нас это воодушевляет Спасибо вам большое за интервью Группа Оэра Специальный дорог Портал Эквилибриум Спасибо Спасибо Спасибо